Адвокату Сергею Жорину, который рассказал о впечатляющей свадьбе дочери краснодарской судьи Хахалевой, грозят проверки. С просьбой выяснить, соответствуют ли действия юриста профессиональной этики, сегодня обратилась Федеральная палата адвокатов. Повод распространения, цитата, недостоверных сведений. Их проверили коллеги Хахалевой, посчитав, что торжество стоило в итоге не 2 миллиона долларов, а 5 миллионов рублей. Репортаж Дениса Новожилова. В различных социальных сетях адвокат Сергей Жорин выступает за досрочное прекращение полномочий судей из Краснодара Елены Хахалевой. Даже петицию создал. Однако теперь санкции могут применить самому юристу. По крайней мере, такой вопрос поставили в Федеральной палате адвокатов. Я обратился именно в Московскую палату, чтобы коллеги сами видели, насколько этично было поведение коллеги, либо не было этичным. Понимаете, адвокат Жорин, он действительно успешный адвокат, он заметный адвокат. Но в любом случае, любому адвокату стоит быть, наверное, все-таки чуть аккуратнее в своих замечаниях и заявлениях. Сам Сергей Жорин от комментариев отказался. Напомню, адвокат опубликовал пост о том, что свадьба дочери Хахалевой обошлась в 2 миллиона долларов. Приложил видео с празднования. В телефонном разговоре уверял, при публикации опирался на надежный источник. Роберт Хахалев, крупный кубанский бизнесмен, бывший супруг судей Елены Хахалевой и отец невесты. Предприниматель уверяет, он полностью платил за свадьбу. Аренда площадки и банкет на 260 человек обошлись в миллион рублей. Аренда техники, гримерных, услуги ведущего оператора, творческих коллективов и другие расходы 2,5 миллиона. На алкоголь потратили еще полтора, всего 5 миллионов рублей. Что должно было быть? Я не знаю, что бы это стоило, свадьба 2 миллиона. Если бы это даже стоило бы 2 миллиона долларов, я бы мог себе такое позволить. У меня есть доходы, которые мне позволяют. И я живу ради своих детей, и все, что есть у меня, и что я зарабатываю, это все для них. Семья Хахалевых не подтверждает и баснословные гонорары звездам российской эстрады. Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева, Сосо Павляшвили присутствовали на свадьбе в качестве гостей. Даже Иосиф Давыдович сказал, вы что, мне и спеть не дадите? Я с ним сидела за столом. Он говорит, вы мне и спеть не дадите? Я говорю, Иосиф Давыдович, вам почти 80 лет, нам даже неудобно, чтобы как-то вас напрягать. Он говорит, не надо напрягать свою песню, доченька я спою с удовольствием. После шумихи в СМИ, которые с подачи адвоката Жорина назвали судью золотой, в Краснодарском краевом суде была создана комиссия для проведения проверки. Данные о баснословных тратах на торжество не подтвердились. В Совете судей краевого суда даже предположили, по какой причине Жорин мог опубликовать провокационную информацию. Утверждают, адвокат проиграл процесс по земельному спору. Вот этот информационный выброс, он по сути был одномоментен с подачей касационной жалобы. И здесь напрашивается, скажем так, один вопрос. Чем все же руководствовался адвокат Жорин? Определенной нетерпимостью к каким-то коррупционным проявлениям, либо своим процессуальным интересам. Теперь, если коллеги признают действия Жорина неэтичными, его могут лишить адвокатского статуса. Денис Новожилов, Вести.